и снова всем здравствуйте на нашем канале сегодня мы начинаем сборку мотоцикла bnw r12 от звезда то что мы обещали начать мы начинаем и начнем сборку мы с ну как написано в инструкции с двигателя конечно да вот с этих вот деталей мы их снимем аккуратно эти все детальки нам потребуется вот это вот вот это вот раз два раз два и и и и и деталь 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 номер в 17 или б 17 в вы в в в б б какая рамочка это это не знаю какая рамочка так может быть и на другой рамочки это все находится ну так нельзя делать где написано какая рамка не написано напечатано на инструкции а вот не лень ее доставать ладно давайте пока снимем эти самые детали для головок цилиндров аккуратненько срежем их от селева так и теперь нам надо найти все-таки деталь б-17 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 не вижу я не вижу деталь номер б-17 где б-17 ядрен батон вот он срезали готовим их сборки убираем приливы так смотрим внимательно чтобы не срезать вот здесь вот идет какой-то кран тик видимо здесь подходит трубочка какая-нибудь наверно охлаждающей жидкости хотя нет тут воздушное охлаждение видимо масляная трубочка подходит здесь тоже срезаем приливы немножечко гусенички достаточно мелкие детали ну трубашечка на этих деталь как сделано хорошо очень качественно пролито они тоненькие такие прям ажурные все хорошие будет красиво выглядеть после сборки значит срезали мы приливы проверим еще раз что у нас здесь есть вот здесь вот видно немножечко облой подрезаем его смотрим проверяем вроде бы чисто ну и склеиваем берем эти две детали складываем их это у нас судя по всему нижняя часть держим их таким вот образом мы склеиваем их вместе так значит вот склеили здесь мы видим заусинчик подрезаем его вот после этого у нас получается вот такая вот картина собранный блок вместе с коробкой передач на сколько тут похоже и теперь берем вот эту вот крышку нет мы не берем мы еще должны обработать немножко убрать литейный шов очень он здесь виден подрезаем и подскабливаем мусор который здесь видится видно на самом деле здесь эти все швы очень хорошо поэтому советую тем кто будет собирать тоже нестись к этому месту вообще к швам с внимания убрать их не должно их быть все детали обработано смотрим как она садится на посадочное место свое наблюдаем что здесь появляется зазор 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 надо убрать смотрим в связи с чем он появился появился он в связи с тем что здесь вот все таки есть еще облой возьмем наждачку снимем немножко сравняем все здесь у нас есть небольшой перепад от двух половин вот этих деталях вот здесь немножко надо подснять чтобы там была ровная плоскость чтобы чтобы эти детали ровно сходились до дури точить не нужно надо провести несколько раз и проверить если недостаточно лучше еще раз подработать так снова берем нашу вот эту крышку меряем как она садится садится она уже намного лучше ровнее здесь нам снизу мешает вот на этом выступе есть немножко облой это убираем так смотрим еще где что может быть все убираем снова меряем и видим что она уже садится достаточно плотно все берем клей нужно опять также сложить и просто провести клея много не нужно ни капля большая быть не должна а 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 совмещаем детали вот эту вот крышечку мы совмещаем уже с вот этими двумя склеенными деталями и смотрим чтобы у нас крышка была ровно чтобы она не выходила ни с этого края ни с этого края то есть чтобы она продолжала линию вот этих вот половин вот таким вот образом она у нас получилось получается достаточно красиво ажурная объемная такая композиция следующим этапом сборки у нас будет склейка половинок головок цилиндров смотрим как они совмещаются на сухую что может быть надо где-то подчистить или что-то лишнее срезать если вдруг что-то мешает но здесь они складываются достаточно хорошо поэтому можно просто сразу взять и склеить их наносим клей на деталь с отверстиями вот это вот с отверстиями направляющих наносим немножко клея чтобы у нас они схватились и соединяем придавливаем между собой эти детали хорошенечко чтобы клей немножко прошел дальше сверху мы берем снова кисточку и проходим по направлению ребер здесь чтобы пластик разгладился тот пластик который выдавился проходим это со всех сторон осторожно не хватаемся за те места где клей уже нанесен иначе если туда нажать то останется отпечаток от пальцев таким образом выглядит у нас первая головка на второй головке у нас имеется небольшое количество облоя мы его убираем разделяем вот эти все ребрышки очищаем снова проходим по всем швам склеиваем это все сглаживаем сглаживаем даем высохнуть после того как детали высохнут их нужно еще дополнительно обработать так пока откладываем головки в сторону и переходим к следующему этапу сборки следующим этапом у нас назначены следующие детали это у нас детали В-60 и детали В-14 или В-14 так В-14 вот очень далеко она находится точнее очень близко к приливу вот к этому поэтому мы срезаем с куском рамки кладем на стол и просто вводим отрубать ножом вот таким образом после этого подрезаем остатки прилива снимаем аккуратно ножу подчищаем наждачкой ну и в общем то все наша деталь В-14 готова к установке на свое место так и то же самое мы делаем с деталями на В-60 вот такая вот маленькая фитюлина мы ее чуть-чуть наждачкой уберем место прилива все можно устанавливать на эти детальные места так смотрим инструкцию по инструкции у нас вот эта деталь ложится сюда надо встать ровно все поставили берем немного клея и наносим на место соединения этих двух деталей ровняем по месту прижимаем если у нас немножко выдается пластик не страшно то впоследствии это все все равно придется обрабатывать так и следующая деталь у нас В-14 как раз ставится она вот таким вот образом вот так закрывает другая крышка уберем клей и аккуратно наносим что у нас вышло получилось после всех этих процедур или шагов из инструкции следующий этап сборки у нас это детали номер B-43 и B-32 но эти детали у нас приклеиваются после вклейки головок цилиндров поэтому мы возьмем головки и померяем что у нас здесь получается как они сюда подходят так и каждая головка имеет вот такие вот штыки которые садятся только на свое место их нельзя поменять местами то есть есть левая есть правая головка тут ошибиться нельзя так и теперь у нас деталь B-43 она хоть подписана вообще ну вот вообще деталь B-43 вот судя по всему а в инструкции она не отмечена точнее на литнике она не указана что это деталь номер 43 41 42 44 43 пропущена очень интересно так и деталь B-32 деталь B-32 должна она так собственно говоря у нас деталь B-43 должна подходить к головкам блока то есть вот эти патрубки выхлопа или что это у нас не понял вот эти патрубки вот эти должны подходить вот в эти отверстия вот этот патрубок должен подходить вот сюда с каждой из сторон поэтому и клеится она после головок потому что иначе потом головки просто не вставится так и деталь B-32 у нас вклеивается как раз в заднюю крышку вот так вклеиваться будешь туда вставляться вставляется она вот таким вот образом деталь маленькая поэтому лучше воспользоваться пинцетом так эти детали необходимо обработать потому что на них идет достаточно такой хорошо видимый литийный шов и немножко вот тут след от питателя подрезаем подчищаем так что это не так обработали вот эти патрубки вот эта деталь это у нас деталь лапка от кикстартера нужная заводилка так сказать чистим эту палочку на ней не прошло с двух сторон возвращаемся к нашим головкам цилиндров на не у нас уже были должны были подсохнуть немножечко пройдемся по рубашкам ножом чтобы немножко прибить вот этот вот шов который получается из-за того что у нас две детали соединяются немножко хотя бы примять чтобы уж явно совсем она не бросалась в глаза нужно обратной стороной ножа просто чуть-чуть пригладить то же самое повторяем второй головкой цилиндров и устанавливаем наши головки на посадочные места не лезет значит неправильно так не плотно подходит почему-то так посадочное место наносим немного клей ставим на свое место вот этого ну что ж такое то же самое с второй стороны совмещаем вот эти патрубки передние посадочными местами и совмещаем с обратной стороны в инструкции указано что вот эти передние патрубки приклеивать не нужно но за ними в любом случае приклеим иначе у нас эти детали держаться просто не будут немного клея и немножко поджимаем чтобы детали сели на свое посадочное место плотно так в следующем у нас идет стартер берем небольшую каплю поставили и вставляем наши детали иногда на сухую детали плохо заходит поэтому если нанести клей детали буквально сама туда запрыгивает вот такая конструкция у нас получилось после сборки вот здесь хочу обратить ваше внимание на то что здесь вот я чистил вот эти вот трубки и здесь немножко есть своеобразные ворсы их надо сбить клеем просто прогладить по местам где были швы после чистки остается немножко такой бархатиться пластик его надо чуть-чуть подплавить появляется это вот просто клеем проходим по всей поверхности где мы зачищали также можно пройти еще дополнительно вот здесь по рубашкам цилиндров тоже чтобы сбить вот этот ворс так дорогие друзья на этом данный выпуск завершён по инструкции сборки двигателя больше никаких пунктов нет далее у нас будет продолжение следующем выпуске по сборке рамы и остальных узлов мотоцикла а на этом мы с вами прощаемся желаю вам успехов оставайтесь с нами ставьте лайки подписывайтесь на канал заходите в описании к ролику найдите ссылку на донат заходите в группу вконтакте оставляйте ваши комментарии всем пока